Здравствуйте! Сегодня мы вам на примере Ямс 238 покажем, как происходит динамическая балансировка на станке. Точно так же это происходит с 236. Расскажем про их отличия, особенности, ну и вообще нюансы, связанные с этой работой. Первое, на что всегда нужно обратить внимание, это на этот номер. Здесь у нас 238, у коленвала 4 шатунных шеек, то есть как бы все сходится, 8 цилиндров на двигателе. Маховики 236 и 238 различаются размером этой выборки, то есть массой ее. У 6 она немножко меньше и немного меньше по глубине. Также отличается передний балансир. Здесь видим угол развала относительно оси вращения примерно 180 градусов. У 236 он меньше, ну на вскидку так градусов 120. Часто такое бывает, что коленвал один, а противовес вообще с другого двигателя. И маховики тоже часто путают, это стандартная ситуация. Сам маховик на коленвалу, в принципе, если вот эти направляющие отверстия не разбиты, развернуть на 180 довольно сложно. Но также это бывает. Для балансировки любого V-образного коленвала необходим такой bob-weight. Они бывают разных конструкций, у нас такие довольно универсальные, они подходят как под камазы, так же под ямзы, ну и еще другие двигателя типа SMD и тому подобные V-образники. Отличаются только по массе. Масса эта набирается и рассчитывается по определенной формуле. Она прямо зависит от массы шатуна поршневой группы. Коленвал установлен на станок, так же уже установлены bob-weight, 4 штуки и установили маховик. Маховик ставится этой выборкой напротив переднего противовеса. Коленвал установлен шейками на ролике. Он никак жестко не закреплен для того, чтобы не уезжал. Вот есть такой упор. В отверстие для болта устанавливается шарик. И ось немножко наклонена на него. То есть, в принципе, он никак жестко не зафиксирован. Сейчас мы сделаем настройку и покажем вам, какие дисбалансы на этом коленвале. Первый пуск, 400 оборотов. Вот, сохранили. Сейчас пластилин прилепили под зубчатый венец. Это мы вносим дисбаланс на первую плоскость. И второй пуск будет у нас настройка на передний балансир. После настройки на коленвал получили такие данные. 37 грамм дисбаланса по маховику и 201 по переднему противовесу. Но, когда мы его крутили, заметили, что маховик немного виляет. То есть, за счет этих виляний он и дал на вторую плоскость такой дисбаланс. Тут между коленвалом и маховиком стоит такой вот флянчик шлицевой. С одной стороны он шлифованный. То есть, вот видно даже риски от шлифовки. С другой стороны, кто-то уже туда засунул его в токарный станок. И притом проточили с боем в 0,6 миллиметра. То есть, на таком маленьком плече бой у нас уже на весь маховик увеличился в несколько раз. И по венцу здесь было около 2 миллиметров. То есть, вероятнее всего, это изначально и есть проблема, с которой его сюда привезли. Сейчас пообщаемся с клиентом, решим, что делать дальше. Из-за этого у меня маховик, концевой объединен. Связались с клиентом, сказал устанавливайте без этого флянца, он купит новый. Сейчас маховичок крутится уже ровно. То есть, зрительно боя не видно. Такой у нас остаточный дисбаланс по коленвалу. 1,2-5,6 грамма. Посверлили немножко по переднему балансиру. Также подрезали его. И вот подсверлили по маховику. Сейчас выводим эти 5 грамм. При том, что у коленвала допуск 25 грамм на сторону. Но надо же сделать красоту. Сейчас сделаем пуск с промежуточным диском. Его специально никак жестко не фиксируем, чтобы он сам выбрал свое положение в маховике. Вот посмотрим, какой дисбаланс по нему. 26 грамм. Промежутка помечена. Ее подсверлили. Подбалансировали. И сейчас будем ставить корзину. То есть, каждая деталь ставится по отдельности. И отдельно балансируется уже на выведенном коленвале. Установили корзину. Дисбаланс по наружному радиусу 121 грамм. Сейчас привариваем вот так вот грузик. Корзина отбалансирована. Установлен груз. То есть, он практически перекрыт существующими элементами конструкции. Не выпирает, ничему там мешать при работе не будет. Ну и как финишный аккорд устанавливаем шкив. Проверяем его. И на этом коленвал будет готов. Все, на этом коленвал закончен. Шкив, как видели, подправили. По передней части у нас дисбаланс был 160 грамм. По маховику в итоге убрали 40 грамм. Промежутка 30 грамм. И по корзине 140 грамм. Там как приваривали груз, так немножко подсверливали. То есть, довольно приличный дисбаланс. С этим стоило побороться. Ну что ж, всем спасибо. До новых видео.